Итак, античное христианство, вступив в царскую эпоху, эпоху царствования, облегшись в порфиру императорскую, очень быстро справилась с язычеством. Христианство победило. Но следующий сюжет и следующий герой, о котором мы будем говорить, императрица Елена, символизирует как раз сложность этой победы. Поэтому не случайно я назвал этот сюжет «Побежденный победитель». Да, христианство действительно победило. И победа эта выглядела очень убедительной, но досталась она слишком дорогой ценой. И цена эта заключалась в том, что победитель воспринял дух побежденного. То есть христианство, победив язычество, восприняло дух язычества в себя. Языческое мышление фактически отравило христианский образ жизни, христианское поведение. Святость отныне уже стала не всеобщей праведностью или достоянием всех членов церкви. Святость становится только свидетельством жизни отдельных членов церкви. Мучеников, аскетов, подвижников, того, кого теперь уже провозглашают святыми. Хотя в первые века, когда говорили «святой», то имели в виду любого члена церкви. Уже начиная с IV века ситуация меняется. Основная масса членов церкви живет по-старому, по-языческому, не меняя своего образа жизни, практикуя даже иногда очень грубые формы грехов и остается христианской по названию, остается членами церкви. И вот это состояние, когда внешнее христианство победило, а внутреннее оказалось поражено язычеством, как раз я и называю вот этим термином «победитель воспринял дух побежденного». В это время уже внешняя обрядность стала преобладать над внутренним содержанием. Это понятно. Надо было как-то держать в порядке христианство, надо было чем-то доказывать свое христианство. Если нет доказательства жизни, то есть доказательства внешние. Регулярность богослужений, правильность обрядов, правильная норма поклонения, все это становится, или как бы ритуальность, все это становится как раз тем признаком, по которым определяют христианин ты или не христианин. То есть ритуал, внешние знаки, предметы, вот это все стало иметь первостепенное значение. Конечно, может быть, замечание Августина срабатывало. Помните, я читал, что Августин с такой надеждой смотрит на тех язычников, которые формально принимают христианство, ожидая, что благодать Божья поведет их дальше, чем они думали идти сами вначале. Но это, конечно, была небольшая группа. А основная масса оказались просто обольщенными формальной обрядностью, формальным исполнением правильного ритуала. И христианство воспринималось с точки зрения подавляющей массы людей уже в IV веке просто как новая форма поклонения. Раньше вот так поклонялись, теперь так надо поклоняться. И больше ничего, собственно, от христианства не ожидалось. И, наверное, люди даже не думали, что христианство может дать что-то большее. Для того, чтобы облегчить вхождение в церковь, вот новообращенным, неофитом, христианские руководители стали адаптировать старые народные обычаи, обряды, привычки, адаптировать с тем, чтобы было легко, чтобы чувствовали себя приятно язычники. Если они привыкли, например, приходить в определенные места, то именно в этих местах стали устраивать храмы христианские. Если у них были приняты какие-то языческие пения, значит, эти языческие пения просто заменяли там слова, и они превращались в христианские песнопения. Если, скажем, у них были какие-то привычки совершать какие-то обряды, то, как правило, эти обряды старались использовать в христианстве, только наполнять их уже теперь правильным христианским содержанием, чтобы речь шла не о каком-нибудь там местном божестве языческом, а чтобы речь шла уже о Христе. Но саму форму в основном старались не менять. И делалось это из миссионерских побуждений, для того, чтобы облегчить людям вхождение в церковь. То есть, как бы очень благородная цель, очень благородные мотивы были в том, что совершали в то время. Но это все приводило к все большему и большему выхолощиванию сути христианства, и превращению его во внешнюю религию, а не просто в образ жизни. Ну, еще одна важная особенность. В это время христианство принимает очень пышные формы, особенно на Востоке, там, где император. И это легко понять. Ну, представьте себе, что вот в собрание какой-нибудь общины вдруг приходит президент, и он становится членом вашей поместной церкви, президент вашей страны. Ну, представьте себе, как изменится служение в вашей общине, какие там повесят занавесочки, какой пол будет у вас, какая будет охрана, какие будут цветы, какая будет роскошь. Вы думаете, там выпустят какого-нибудь пожилого человека, чтобы он говорил проповедь, или дадут слово только самому лучшему проповеднику? Выпустят ли какого-нибудь старичка или старушку рассказать стихотворение? Ну, конечно же, невозможно в присутствии президента делать такие вещи. Это в присутствии президента, а что говорить об императоре Римской империи, который выше, чем любой современный президент, перед которым вообще люди, начиная с Домициана, люди вообще даже не стояли, они должны были падать, просто ниц упасть, как перед Богом, и приближаться к нему только вот, так сказать, в согнутом состоянии. Они не имели права даже так гордо стоять перед императором. То есть императорское величие, особенно в Византии, оно восприняло многие черты восточного деспотизма. И, конечно же, когда император стал христианином, то вполне естественно, что церковь должна была преобразиться. Самые лучшие проповедники, лучшая музыка, лучшие хористы, лучшая обрядность, там все уже отработано, как по ноткам должно было быть, потому что сам император же присутствует на служении, как можно иначе. Так что вполне объяснимо и понятно, что церковь этого времени по необходимости должна была ввести элементы величия, элементы роскоши. В это время уже появляются такие признаки, как впереди ставится стол для совершения вечери. И на Востоке стали отделять этот стол занавесью, потому что это же особое место, особо святое место. Отделять занавесью и таким образом сформировалось то, что сегодня называется алтарь. Позже на эту занавесь стали вешать иконы, и вот так появляется иконостас. Появляются уже новые элементы в литургии, уже исчезает вот это разделение на литургию верных и литургию оглашенных. Тогда, когда все могли присутствовать, и вторая часть богослужения, где присутствовали только члены церкви, уже это разделение, по сути, исчезает. Единая империя требует единой обрядности, поэтому уже везде вводят эту обрядность и исчезает вот это разнообразие христианской традиции, которая была в доконстантиновскую эпоху. Особенно уже с 380 года, где очень жестко заставляют всех верить одинаково. С этого времени уже вообще разнообразие уходит все дальше и дальше. В это время начинается активная ритуализация, или, можно так сказать, институализация христианства. То есть, христианство превращается в институт, в определенную систему, очень четко выраженную систему, со своими ритуалами, правильным празднованием Пасхи, там Пятидесятницы, появляются новые праздники. Именно в этот период, уже в IV веке, появляется праздник Рождества. Он появляется на Западе, но постепенно его принимают и общины Востока. И он становится всеобщим праздником Рождества. Появляется на Востоке праздник Богоявления, или Крещения Господни. И этот праздник постепенно принимают на Западе. Так что, такие вот праздники появляются. Ну и много других изменений происходит в этот период. И у истоков этой ритуализации стоит, как ни странно, мать Константина, императрица Елена. Флавия Юлия Елена, мать императора Константина. Она была женой Констанция Флора. И когда Константин родился, она не была у власти. В это время Констанция Флор даже вынужден был развестись с ней. Хотя он очень любил ее, он встретил ее. Говорят, что это вообще очень простая женщина была, но очень красивая, очень увлекательная была. И Констанция Флор нашел ее где-то на Востоке, женился и сделал ее, собственно, тогда еще не императрицей, но, во всяком случае, ввел самый высший свет. А уже при сыне своем, при Константине только, в 324 году она была провозглашена Августой, то есть императрицей. Она поздно обратилась в христианство. После Константина считается, что под влиянием своего сына она обратилась в христианство. Ей уже было тогда за 60 лет, когда она обратилась в христианство. И тогда, именно уже обратившись в христианство, когда она уже пользовалась, кстати, очень большим уважением и во дворе Константина, и сам Константин, император Константин, очень много доверял своей матери. Он доверял ей казну, например, она управляла. То есть это было доверенное лицо у императора. И вот по свидетельству Евсевия Кисарийского, и других хроник, эта женщина имела откровение, видение во сне, что ей надо отправиться в Иерусалим и, как говорит хроника, вывести на свет божественные места, закрытые нечестием. Вывести на свет божественные места, закрытые нечестием. И вот она отправляется в Иерусалим. Это было в 326 году. Ей уже было около 80 лет, когда она отправляется в это паломническое путешествие, Иерусалим. И вот как описывает Евсевий ее путешествие. Он говорит, «Эта старица необыкновенного ума с быстротой юноши поспешила на восток и с царской заботливостью обозревала дивную землю, восточные епархии, города и селения, с той целью, чтобы совершить должное поклонение стопам спасителя. В то же время воздвигла она поклоняемому Богу два храма, один при пещере рождения, другой на горе Вознесения. Но прославляясь такими делами, Елена не забывала и служить Богу. Всегда видели, как она ходила в Божью церковь и украшала молитвенные дома блистательными драгоценностями, не оставляя без внимания храмов и в городах самых малых. Видели, как эта дивная жена в скромной, но благоприличной одежде смешивалась с толпой народа и свое благоговение пред Богом выражала всякими богоугодными делами. То есть Елена действительно оказала большое влияние на христианство того времени и особое влияние тем, что посещая Иерусалим, считается, что она нашла на пещеру, где был погребен Иисус. И не только нашла эту пещеру, но по преданию она обрела животворный крест и четыре гвоздя и надпись, титла «Иисус Назарей царь Иудейский». То есть все это было найдено ею. Ну, насколько действительно она нашла, как она определила, это большая тайна. Есть разные предания, есть всякие такие довольно сказочные истории, как это все происходило, с подробностями всякими, но то, что она путешествовала в Иерусалим, то, что она привезла оттуда святыни, которые, во всяком случае, считались или почитались за святыни, это, безусловно, очень много авторов, практически все хронисты того времени пишут об этом. В разных словах, но это и Сократ Схоластик пишет, и Феодорит Кирский пишет, то есть в церковных историях, которые здесь у нас есть на столе, которые здесь не присутствуют, то есть и замена история, везде упоминается о путешествии Елены в Иерусалиме, о том, что она привезла какие-то реликвии. И это паломничество принесло ей вселенскую славу, а христианству оно принесло тягу к реликвиям, к святым предметам. И с этого времени начинается вот такое проникновение язычества в форме не только ритуализма, но и в форме реликвий всякого рода. Начинается погоня, поиски этих реликвий. Причем, конечно же, серьезных оснований для того, чтобы отделить настоящую реликвию от поддельной, не существует. И трудно даже подсчитать, какое количество гвоздей, самых настоящих гвоздей от креста есть сегодня в музеях и хранилищах мира. То есть их достаточно много. Ну, во всяком случае, вот такие ритуализации и тяга к реликвиям привело христианство к тому, что начинает очень активно проникать языческий настрой в христианскую среду. И прежде всего это, наверное, выражается в том, что появляется целый институт святых угодников. То есть святых, большое количество святых, которые фактически олицетворяли христианскую веру. Вообще, эти святые, как правило, это мученики прошлого периода, люди очень уважаемые. Но уже к концу V века вот это уважение к знаменитым мученикам, к людям, которые принесли очень много в христианстве, это уважение переросло в убеждение, что этим людям можно молиться, как святым. И постепенно они заняли место тех всех языческих богов, которые были в сознании людей того времени. То есть были раньше покровители ремесел, покровители отдельных городов, сел, каждое, собственно, не только село и город, но даже фактически каждая семья имела собственного бога-покровителя. И вот эти святые, по сути, стали играть роль, хотя это самые настоящие, очень уважаемые люди, но их перевели в более высокий, как бы, статус. Народное сознание их трансформировало и перевело в этот высокий статус, когда им стали приписывать даже божественные характеристики. Ну, в частности, до сегодняшнего дня можно встретить такое представление, что можно молиться, скажем, ну, вот в Одессе очень популярный святой Николай. Николай Угодник – это очень популярный святой, потому что это покровитель моряков, в Одессе много моряков, поэтому там, в Одессе, все молятся святому Николаю. Вот я представляю себе, как Николай, который действительно был очень святой и уважаемый человек, но как этот Николай может слышать молитвы моряка, который находится где-нибудь около Австралии, а другой где-нибудь в Атлантике или в Черном море, как он может слышать эти молитвы? Если он может слышать, значит, он обладает божественным свойством. Только Бог обладает свойством все присутствие и всеслышание, разумение всего, что происходит. И если мы наделяем божественным атрибутом самого святого человека, который прожил, наверное, очень хорошую жизнь, я нисколько не выступаю против жизни Николая, когда он претерпел и мучениц, и многое-многое совершил, много трудов сделал для христианства. Но когда мы наделяем его божественными свойствами, то я думаю, насколько мы здесь можем оказаться виновными перед Богом в таком действии. А вот начиная с V века, это становится общепринятым правилом, когда почитание людей, сделавших какой-то очень большой вклад в христианство, становится уже почитанием, которое перерастает в поклонение. И к ним обращаются, к ним молятся, считают, что эти люди помогают. Хотя в богословии при этом трактуется так, что ведь я могу попросить кого-то из живых людей помолиться вместе со мной Богу. Почему я не могу попросить Николая, который ведь перед Богом такой же живой, как и другой мой друг по имени Петя или Коля, он молится вместе со мной, так молится вместе со мной и святой Николай. Но это только в теории. На практике же люди наделяют святого Николая божественными атрибутами. Это я для примера говорю о святом Николае. А по сути речь идет вообще об институте святых, которые трансформировались в народном сознании, как раз в этих маленьких башков. Потому что людям требовалась замена старых языческих героев, старых языческих богов. И мученики, а позже аскеты, и пископы борцы с ересью, уважаемые люди, как раз и оказались вот этими новыми героями, которые заняли место языческих богов. Вообще в это время не было еще строгих принципов канонизации, и включение в список святых, в общем-то, зависело в основном от желания людей, от настроения масс, от этого. Но святые становились покровителями городов, покровителями ремесел, и считалось, что молиться им можно на любом месте. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Особенно в этот период стали превозносить уже деву Марию. Мария действительно занимает очень высокое место в христианстве, и это оправдано, и это правильно. Но в этот период, начиная с V века, Марию уже превозносят и дают ей титул Богородицы и Богоматерь. Мы еще будем касаться, как это в богословии происходит, почему, что это была за борьба за понятие Богородицы и Богоматери. Но фактически это происходит из-за того, что уже с самого раннего времени появляется необходимость в том, чтобы было и женское божество. В сознании людей, простых людей, не может быть так, чтобы было только мужское божество. Во всем мире всегда существует и мужское, и параллельно женское божество. В любой религии так. И, естественно, в христианстве, где не было женского божества, появляется потребность у народа, у людей просто, потребность в том, чтобы провозгласить женское божество. И, конечно, Мария более всего подходит на эту роль женского божества. Поэтому в сознании людей она как раз и занимает место Бога Матери, та, которая родила Бога. Она занимает место Царицы Неба. Она уже находится на престоле Божьем. И, более того, обыденное сознание считает, что так как Христос – это Бог, это далеко, а Мария все-таки, она ближе к нам, женское сердце мягче, к ней, может быть, легче достучаться, то больше молитв, больше обращений уже идет в сторону Марии, а не в сторону самого Иисуса Христа. И таким образом уже появляется еще один посредник, посредник, который называется Дева Мария, Богоматерь, Богородица. Так, собственно, формируется церковная традиция, которая связывает античную культуру с христианством и проникает античное язычество, проникает в христианство и занимает в нем место, как бы из-под воли, одевшись в христианскую одежду. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok